По спортивному жаркой оказалось первое половина лета для воспитанника Республиканской Федерации тайского бокса Артема Мишина. Почему вместо оздоровительного лагеря и бабушкиных пирожков девятиклассник 61-й Чебоксарской школы выбрал занятие до седьмого пота в специализированном зале, расскажет наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Подопечный Республиканской Федерации тайского бокса оказался единственным из сверстников, занимающихся этим контактным видом единоборств Чуваши, кому весенний соревновательный цикл покорилась верхняя ступень пятистала почета окружного первенства. Вместе с золотой медалью 14-летний файтер получил путевку в всероссийский финал, который на следующей неделе стартует в Тюмени. И судя по интервью, с мотивацией у лидера юношеской сборной Чуваши все в порядке. Я еду, конечно, за первым местом, за победой. Первенство России это для меня такие первые серьезные соревнования. На них я постараюсь показать достойный поединок и приехать с золотой медалью. К поединкам подопечного готовится и тренерский штаб. Сайт профильности Российской Федерации опубликовал список допущенных спортсменов. В категории до 51 килограмма за золото российского достоинства в борьбу будут вести 14 файтеров. И наставники знают, на какие моменты необходимо сделать акценты в завершающей стадии подготовки. Впрочем, всего предусмотреть невозможно. Однако. Он прошел подготовку на все 100. Он уверенно, четко выполнял все требования тренера. А теперь все зависит от него, как он уже проявит себя на соревнованиях. Цена победы на российском первенстве высока. Золотая медаль – это не только включение в состав национальной сборной, но и возможность побороться за награды первенства мира, которые традиционно проводятся в Таиланде. Вячеслав Ильин. Вести Чувашия.